здравствуйте кто не помнит или не видит или вообще не обращает внимание расскажу на дворе глубокая осень еще пару недель и календарная зима и о многих летних увлечениях приходится на время забыть а ну например о покатушках на мотобайках хотя самые отважные гоняют на них до первого снега ну а некоторые занимаются мотогонками даже зимой но это настоящие фанаты или профессионалы своего дела этот материал который вы сейчас увидите мы снимали в конце лета часть его вышла в эфир ну а полную версию мы предлагаем посмотреть прямо сейчас в нашей программе мир увлечений на канале гуверния город новокуйбышевск недавно созданный мото клуб на базе дома молодежных организаций мото клубом назвать пока еще сложно три мотоцикла купленных на деньги байкеров и человек 20 пацанов несколько раз в неделю приходят мальчишки в клуб чтобы под руководством наставников погрузить новенькие мотоциклы в газели ну куда давай сконяешь все процесс погрузки для ребят ответственный момент эти минуты они ждут с нетерпением потому что после пацаны рассаживаются по машинам и отправляются на импровизированный природный мотополигон собираются они здесь из разных школ города вот только заработали они себе незавидную славу трудных подростков хотя сами ребята об этом и не задумываются мысль о создании мото клуба возникла неожиданно хотя традиция посещение байкерами школ интернатов и детских домов зародилась самарской губернии еще 8 лет назад у каждого байк клуба есть свои подшифные детские дома и школы-интернаты где один-два раза в год солидные люди серьезным увлечением проводят праздники в этом году на этом празднике был проведен байкерский педсовет шутку названы так нами это когда взрослые мужчины мотоциклисты люди с достаточно неоднозначным жизненным опытом скажем так имели возможность пообщаться с детьми которые тоже неоднозначно поведение чтобы им рассказать ребята это делать хорошо а вот это делать плохо то есть такая вот была неформальная беседа без учителей без завучи без родителей и ребята покивали головами сказать да да мы конечно исправимся и на этом закончилась и когда мы выходили из класса одна женщина я не знаю кто она родитель или учитель сказал вы ерундой занимаетесь у вас ничего не получится пессимизм это нормальное человеческое качество на вот это было 30 мая и поскольку сказав а надо говорить б да то есть это делать плохо запятая а вот это делать хорошо а что это делать мы предложили ребятам заниматься мотоспортом первый второй третий круг пацаны выстраиваются в очередь чтобы съесть седло мотоцикла а борис сергеевич черков руководитель мотоклуба каждый заезд новичка наблюдает с напряжением здесь пацаны преображаются становятся серьезными мало кому хочется хулиганить и тем более ослушаться наставника он сказал нужно сделать ведь мототехника дело серьезное а наказание за неотдуманные юношеские шалости здесь только одно а самые страшные казани это отмена тренировки если кто то 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 завтра мы не собираемся этот действует на раз два потому что но я сам был 13 летним молодым человеком я помню восторг от езды так сказать на мопеде на мотоцикле челка на бок рубах пузырем челка вертикально рубах пузырем то есть это офигенное такое ощущение я понимаю чего их лишаю в этот момент вот ну да это действует пацаны слушаются ну как я повторюсь я и не учитель я легко учить тому что им интересно понимаете сложнее их научить бинома ньютона допустим или там какому-то закону химии да это периодическую таблицу менделеев да если мы это не интересно мотоцикл интересно мне просто ну надо скорректировать ножка и чему-то их научить поскольку я сам немножко это умею делать каждую тренировку борис сергеевич начинает с подробного инструктажа по 10 раз расскажет как стартовать как тормозить и раз 20 напомнит о технике безопасности так 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 подожди 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 давай заводим значит смотри вот этот кружок маленький делаешь вот где резинки вот так это сюда возвращает с этим адовайся того давай 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 прошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел давай первую включать Первая задача. Безопасно ездить. Я ему сказал, ребята, мы должны научиться трогать и остановиться. И как минимум, да? Чтобы безопасно, чтобы он не улетел в стену, в дерево, во враг куда-то. Самое главное, безопасная езда на вот этом мотоцикле. Никаких трюков, ради бога, не надо. Никаких там сложных пируэтов. Вот, езда, аккуратно, проехал. Мы не даем прав, поскольку мы не обучающая организация. И лет им не 16, да? То есть это вот азы, которые пригодятся. Когда мне говорят, что права даются 16 лет, а им 13, да? И не надо их учить. Я говорю, ну они все равно сядут. Они все равно сядут и поедут. Это вот, ну... Но они сделают это правильно. Если они будут уметь, они сделают это правильно. И не въедут в никакую страшную ситуацию. Для одних пацанов это пока еще забава увлечения, отвлекающего от праздного времяпрепровождения. А вот другие парни постарше уже строят серьезные планы. Правда, перед камерой не все так складно могут объяснить. Но все же цель понятна. Ну, мы занимаемся, учимся нового-нового, чтобы потом пойти на профессиональный. В дальнейшем я хочу научиться трюками разными. Мотокросс, мотоцикл. Ну, в дальнейшем я мечтаю, вот, научусь нормально кататься и мечтаю заниматься мотокроссом, ездить на соревнования, участвовать в них. Ну, для этого нужно, конечно, научиться хорошо кататься, вступить в дальнейшем в какие-то другие мотоклубы. От простого элемента к сложному. Маленький круг, средний и посложнее, большой, с перепадами висот и трамплинами. Ребята увлечены и кажется, что они за два часа тренировок возрослеют лет на пять. И не скажешь, что их причислили к трудным подросткам. Информация о мотоклубе разлетается с большой скоростью из уст в уста. Ну, мне друзья рассказали, что, вот, открыли мотоклуб. Ну, я решил попробовать, понравится мне или нет. Я попробовал, мне понравилось, и я начал ходить. Кто-то поставил для себя ближайшую цель в жизни приобрести мотоцикл. Ну, я уже выбрал марку, какую хочу мотоцикл. Сам интересуюсь очень мотоциклами. Вот, подсадил друга, он тоже теперь начал интересоваться, учиться на них ездить, тоже с нами. Только сейчас его, конечно, нет, но одноклассник мой. Он очень хочет, он тоже все время хочет со мной ездить. Вот, но иногда не получается его брать. Для ребят и для наставников мотоклуб – это увлечение. Борис Черков помнит, как сам в детстве гонял на мопедах, которые собирали по запчастям. Окончил школу и на долгие годы забыл о них. А свой настоящий мотоцикл купил много лет спустя, 42 года. За 14 лет сменил три модели и считает езду на мотоцикле стилем свободной жизни. Это чувство Борис Сергеевич старается передать своему сыну и мальчишкам из клуба. Я считаю, что эта тема абсолютно нормальная для парня, для пацана. Это воплощение свободы. Свободным хочет быть любой человек. Да, скажите сейчас, кто не хочет быть свободным? Все хотят быть свободным. Но воплощение свободы у каждого свое. У одного – это сесть за стол, в баре сидеть, пить, неделю где-нибудь в Турции. А у другого – ездить на мутации. А у третьего – плавать, я не знаю, на яхте. А у четвертого – лезть в город Гималай. А у пятого – ощущение свободы сесть за компьютером, сесть там сутки. Как у меня сын говорит, пап, ну я отдыхаю. Я говорю, ну ты же за компьютером. Ну пап, ну я отдохнуть хочу. Ощущение свободы. У каждого свое. Поэтому, поскольку ощущение свободы человеку свойственно, надо этим пользоваться. Надо брать и ездить. Пока молодой. Редактор субтитров А.Семкин